с вами николай пименко в проекте дата сегодня 25 июля свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники речной полиции и день сотрудника органов следствия российской федерации также отмечается сегодня у родившихся в 1929 году появился на свет василий макарович шукшин писатель сценарист кинорежиссер и актер исследователи пишут что рос он мальчишкой замкнутым был так сказать себе на уме в общении со сверстниками держал себя строго и требовал чтобы те называли его не васей а василий ну а те естественно не понимали подобных просьб и частенько насмехались над товарищем в таких случаях шукшин поступал соответственно своему характеру просто убегал в протоке катуни и скрывался на ее островах по нескольку дней вот такая писательская душа события дня 1570 год русский царь иван грозный устраивает публичную казнь почти всех своих советников главные фигуры долголетние советники царя выходцы из рядовых дворянских фамилий которые возвысились благодаря личным способностям и за это царем ценившиеся вместе с ними на площади публично казнены дьяки стоявшие во главе целого ряда наиболее важных московских приказов некоторые кстати были казнены заодно вместе с семьями по установившемуся в опричне необычаю в качестве палачей выступали лица из ближайшего окружения царя причем не только опричники но и земские бояре 1826 год казнь декабристов суд оглашает список из 121 государственного преступника причем делят их на 11 разрядов по степени повинности вне этих разрядов поставлены пестель релеев муравьев апостол бестужевремен и каховский они приговорены к смертной казни причем четвертованием число 31 госпреступника первого разряда осужденных к смертной казни отсечением головы вошли турбецкой оболенский кюхельбекер муравьев пущин муравьев апостол волконский и другие члены тайных обществ которые дали личное согласие на царе убийство позже перворазрядником смертная казнь будет заменена вечной каторгой а пятерым главарям восстание четвертование будет заменено смертной казнью через повешение сразу же после казни император николай первый уедет в москву на коронацию 1907 год в англии организовано скаутское движение его основал генерал-майор в отставке роберт баден пауэл принципы воспитания детей и молодежи которые скорее напоминали занимательные приключения эти самые принципы он изложил в книге разведка для мальчиков и она мгновенно разошлась по всему миру и стала руководством для многих скаутских организаций которые созданы не только в англии но и во многих странах европы америки и азии и даже у нас в 1943 году падение фашистского режима муссолини а в италии накануне прошло заседание большого фашистского совета тогда по конституции высшего органа власти в стране который не собирался с момента начала войны большинство решает сместить дучи после встречи с королем виктором мылом третьим он арестовывается по приказу короля муссолини в конце концов переправят высоко в горы посчитав что там до него не смогут добраться спасательной команды гитлеровцев но в сентябре пройдет спецоперация дуб по освобождению свергнутого итальянского диктатора учебным батальоном парашютистов с участием отто скорцени 1947 год в праге открывается первый международный фестиваль молодежи студентов он организован по инициативе семирной федерации демократической молодежи под лозунгом борьбы за мир против фашизма и войны фестивале примет участие молодежь из 71 страны мира на конкурсе песен первой премии будет удостоен гимн демократической молодежи композитора новикова и поэта ашанина 1965 год на фолк-фестивале в ньюфорте боб дилан впервые выходит на сцену с электрогитарой поклонники музыканта не понимают его творческих исканий а свистывают и просто сгоняет со сцены сам музыкант так расстроился что оставил инструмент на борту частного самолета которым пользовались участники его группы и почти полвека электрогитара находилась в семье пилота того самого самолета ну а спустя 53 года именно эту электрическую гитару продают за 965 тысяч долларов она становится одной из самых дорогих гитар в мире вот такие дела 1978 год в английском городе олдхэме рождается первый ребенок зачатый в пробирке с помощью процедуры эко джон и лесли браун много лет безуспешно пытались зачать ребенка в итоге здоровая обычная девочка появляется на свет сегодня эко это хорошо отработанная медицинская процедура детей из пробирки уже более 6 миллионов по всему миру в россии с помощью экстракорпорального оплодотворения так это называется правильно родилось более миллиона детей только в москве ежегодно проводятся тысячи подобных процедур 25 июля 1980 года уходит из жизни владимир высоцкий сердце остановилось ночью между тремя часами половины четвертого врачи диагностировали обширный инфаркт миокарда высоцкого хоронила казалось вся москва хотя официального сообщения о смерти не было в это время проходила московская олимпиада только надо окошком театральной кассы было вывешено скромное объявление умер актер владимир высоцкий говорят что ни один человек не сдал обратно билет каждый видимо хранит его у себя как реликвию но вот что интересно после смерти высоцкого появляется огромное количество людей которые не только знали его лично но дружили и были любимы и а в день смерти или скажем так в последние дни перед смертью высоцкого покинули все как говаривал действительно один близкий высоцкому человек он просто всех замучил своим поведением 1984 год космонавт светлана савицкая первые женщины выходят в открытый космос вне космического корабля она пробудет 3 часа 35 минут вместе с владимиром дженебековым они испытывают различные инструменты для работы с металлами но и последняя катастрофа двухтысячного года конкорда под парижем сверх звуковой красавец пассажирский авиалайнер выполнял рейс по маршруту в нью-йорк но во время разгона по взлетно-посадочной полосе у самолета загорелся левый двигатель экипаж смог поднять горящий самолет в воздух чтобы потом совершить вынужденную посадку но через две минуты после взлета лайнер буквально рухнул на здание гостиницы в трех километрах от аэропорта имени шарля деголя погибли 109 человек а также четыре на земле за несколько минут до взлета на эту впп посадку совершает самолет президента ширака он возвращается саммита большой семерки после этого отсюда же взлетает американский пассажирский лайнер от которого отрывается титановая пластина именно на нее и наезжает на скорости примерно 280 километров в час самолет конкорд вследствие чего покрышка шасси лопнула а фрагмент ударил в крыло самолета и вызвал утечку топлива еще один фрагмент перебивает электропровод и вызывает короткое замыкание вытекающий из бака керосин тут же воспламенился самый надежный в мире идеал технического совершенства символ победы европейской конструкторской мысли над гегемонии американских боингов такие свое время были комментарии о великом конкорде 26 ноября 2003 года состоится последний полет лайнера наши ту-144 перестали летать еще раньше эра сверхзвуковых полетов приостановилась но судя по всему только на время с с вами был николай пивненко в проекте дата